Порог во всех традициях и культурах является важной частью дома. Он символизирует границу между внутренним пространством семьи и внешним миром. Мы собрали наиболее распространенные приметы, которые связаны с порогом. Разговаривать и здороваться через порог нельзя, иначе это приведет вас к ссоре. Нельзя наступать на порог, выходя или заходя в дом. Порог надо переступать. Еще в храме Иерусалима наступивших на порог прихожан карали палками или плетью. Нельзя передавать деньги через порог, потому что это неминуемо приведет вас к материальным потерям. Чтобы удача сопутствовала вам, выходя из дома, переступайте свой порог правой ногой. Если, выходя из дома, вы споткнулись о порог, то дорога будет неудачной. Если порог начал скрипеть, его необходимо немедленно починить. В противном случае в доме кто-то заболеет или умрет. Нельзя также есть и сидеть на пороге, иначе люди будут сплетничать о вас. Молодой муж переносил свою жену через порог на руках, чтобы она стала хозяйкой в этом доме и не помышляла уйти оттуда. А если жена сама переступит порог, то пару ожидала трудная жизнь. Запрещалось подметать дом от порога, иначе заметешь в дом злых духов. И после этого дом станут посещать неприятности. Нельзя выметать мусор через порог, особенно беременной, иначе у нее будут трудные роды, а у ребенка частые рвоты. Если у женщины были трудные роды, то поветохи три раза проводили ее через порог, чтобы ребенок легко вышел из материнского тела. Новорожденного заворачивали в шубу и клали на порог со словами «Как порог лежит тихо, спокойно и смирно, так и мой ребенок имя будет тихим, спокойным и здоровым». Мать передавала ребенка крестной матери через лежащий на пороге дома топор, чтобы ребенок в будущем стал хозяином этого дома. Чтобы привлечь деньги в дом, положите под свой порог «Пятачок». Если ваш кот разлегся у порога так, что невозможно выйти, не следует спешить. На вашем пути будут угрозы вашей жизни или какие-то неприятности. Отправьтесь в путь чуть-чуть попозже. Приблудившаяся кошка к порогу одинокого человека принесет в его жизнь любовь, и он сможет создать семью. Если вы вышли из дома, но вам пришлось вернуться, то дороги не будет. Нужно посмотреть в зеркало и показать себе язык. Если холостяк будет посиживать на пороге, то он рискует остаться без жены навсегда. Поставить косу на пороге означает защитить свое жилище от недобрых людей. Нельзя передавать какие-либо вещи, подарки, детей, деньги через порог. Тем самым вы отдаете из своего дома удачу, финансовое благополучие и ваше здоровье. В старину молодежь, выходящую из дома, должны были перейти к лучину, которую зажигали на пороге. Этот обряд помогал им обрести семейное счастье. Однако порог может выступать также в качестве вашего помощника и даже лекаря. Если у вас вдруг одолела грусть, тоска или навалилось плохое настроение, вам нужно посидеть некоторое время на пороге и подумать о своей проблеме. Если вы никак не можете перестать тосковать по ушедшему в иной мир человеку, то нужно сесть на порог и съесть кусок ржаного хлеба с солью. При боли в спине или пояснице человек ложился на порог, а самый младший ребенок мужского пола в семье клал ему на спину веник, а сверху клал топор. На пороге мать лечила грыжу своему ребенку. Нужно было сесть на порог и символически отгрызть эту грыжу. На пороге также лечили испуг, ставили больного на порог, а знахарка читала заговор от испуга. Знахарка втыкала нож и топор в порог, приговаривая заговор от испуга. Что сечешь, испуг секу, топором зарубаю, ножом засекаю боль и испуг унимаю. А чтобы порог лучше выполнял свои защитные обязанности, на него можно было прочитать заговоры. Принеси, Господи, мимо моего дома всех врагов, кого знаю, кого не знаю, кого жду, кого не ожидаю. Мое слово первое, врага слово последнее. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. А чтобы у вас самих все ладилось, то возьмите за привычку, каждый раз выходя из дома и перешагивая через порог, говорить такие слова. «Сила моя за этим порогом». Если вы хотите отвадить от вашего дома нежелательных гостей, то после их ухода надо насыпать вслед за ними за порог дома соль. Если вы хотите защитить свой дом от порчи и сглаза, насыпьте под порог у входной двери немного соли со словами «Все, что придет плохое, все в соль да в землю уйдет». Можно также насыпать соль по всей длине порога, но так, чтобы никто не заметил, приговаривая «Соль, солюшка, не пускай в дом горюшка, стань для дома порогом, для моей семьи оберегом». Любой порог всегда собирает на себя негатив, и время от времени он, конечно, нуждается в чистке. Для очищения можно просто воспользоваться веником и трижды обмести родной порожек со словами «Выметаю скорби, болезни, хвори, порчи, уроки, сглазы, наносные, приносные, порог метеный, Богом благословленный во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Чтобы в ваш дом ночью не ворвались грабители, осторожные хозяева с вечера ставили на свой порог литовку, косу. Святой порог и грозное орудие труда надежно оберегали их жилища от люхих людей. А какие приметы известны вам? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok